Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. И сегодня я вам расскажу про компанию Tesla, которая закончила квартал с рекордной прибылью. Акции производителя электрокаров Nikola резко выросли. Представлен электрический пикап GMC Hymer EV. Прототип Starship SN8 с тремя двигателями Raptor прошел первые огневые испытания. Nokia развернет на Луне первую сеть 4G к 2022 году. Обо всем этом поговорим сегодня в нашем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, друзья, усаживайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте начинать! Tesla опубликовала очередной финансовый отчет, из которого следует, что рекордный для компании третий квартал по поставкам автомобилей завершился и рекордной чистой прибылью в размере 331 миллиона долларов. Это уже пятый прибыльный квартал для Tesla. По сравнению с аналогичным кварталом 2019 года прибыль Tesla увеличилась почти в 2,5 раза. Аналитики с Уолл-стрит прогнозировали выручку Tesla в третьем квартале в размере 8 миллиардов 280 миллионов долларов и доход 55 центов на акцию. В реальности эти показатели оказались лучше – 8 миллиардов 770 миллионов долларов и 76 центов на акцию соответственно. Снова компания превзошла ожидания аналитиков. В своем отчете Tesla привела и подробную статистику по производству и поставкам автомобилей за прошедший квартал. Так, за период с июля по сентябрь было произведено чуть более 145 тысяч автомобилей. Акции производителя электрокаров Nikola, которого называют конкурентом Tesla, резко выросли. Укрепление произошло после заявления концерна General Motors относительно грядущей сделки. О соглашении было объявлено несколько недель назад. Оно пока не состоялось, но в General Motors указывают на пользу соглашения. Заявление General Motors стало первым комментарием после того, как стороны объявили о договоренностях. Ценные бумаги Nikola выросли почти на 12 центов. Предполагалось, что сделка закроется до 30 сентября, но переговоры осложнились из-за обвинений в мошенничестве против Никola и ее основателя Тревора Милтона. У компании есть время до 3 декабря. После истечения срока соглашения может быть расторгнута любой стороной. О стратегическом партнерстве компании стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что концерн станет владельцем 11% акций Nikola, стоимостью 2 миллиарда долларов. Позднее стало известно, что General Motors намерен нарастить свою долю в Nikola до 11%. По условиям, компания не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Bajor. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydratec. Компания General Motors официально представила реинкарнированную марку Hammer, и первой ее моделью стал пикап Hammer EV. Если вы когда-нибудь видели обычные гражданские Hammer или армейские Humvee, то дизайн с брутальными колесными арками и характерно наклоненной задней стойкой покажется знакомым, но это в профиль, а вот анфас совсем другой. Характерные круглые фары заменены горизонтальными блоками. Вообще, электрический Hammer выглядит куда современнее бензиновых предков, но и начинка у него совершенно другая. Первой в серию пойдет версия Hammer EV Edition 1. Ожидается, что купить ее можно будет уже во второй половине следующего года. В этом варианте электромобиля будут все технологии и функции, доступные для Hammer EV. Мощность силовой установки Edition 1 1014 лошадиных сил. Запас хода примерно 563 километра. Такой электромобиль сможет разгоняться до 97 километров в час за 3 секунды. Заявлена система быстрой зарядки. За 10 минут подключения к зарядному устройству мощностью 350 киловатт тяговая батарея получит заряд, достаточный для преодоления расстояния в 160 километров. Следующим в продажу осенью 2022 года поступит Hammer EV 3X за 99 995 долларов, мощностью 800 лошадиных сил и запасом хода свыше 482 километров. Весной 2023 года появится возможность купить Hammer EV 2X за 89 995 долларов, с той же автономностью, но мощностью лишь в 625 лошадиных сил. Наконец, весной 2024 года появится EV 2, самый доступный в линейке. Мощность его силовой установки тоже составит 625 лошадиных сил, но запас хода уменьшится до примерно 405 километров. Стоимость такой версии составит 79 995 долларов. В числе стандартного оснащения Hammer EV электронная приборная панель диагональю 12,3 дюйма и медиа-система с экраном диагональю 13,4 дюйма, цифровой ключ, 35-дюймовые колеса, крыша со съемными панелями, заднее стекло с электроприводом и откидной борт с шестью разными положениями. Опций, конечно же, тоже обещано много. Среди них и 37-дюймовые колеса, и 18 камер системы кругового обзора. Hammer EV явно целит в конкуренты Rivian T1 и Tesla Cybertruck, но подтягаться, судя по всему, сможет лишь с моделью Rivian. Cybertruck настолько неординарен, что находится в своей нише. К тому же, будучи гораздо доступнее Hammer EV, Cybertruck имеет гораздо больше запас хода. И не стоит забывать, что самый дорогой Cybertruck дешевле самого доступного Hammer EV. Днем 20 октября SpaceX провела огневые испытания прототипа Starship SN8, оснащенного тремя метан-кислородными двигателями Raptor. Это первый успешный прожиг ракеты в конфигурации с тремя двигателями Raptor, и в ближайшее время SpaceX планирует совершить первые полноценные летные испытания с запуском на 18 километров. Super Heavy и Starship — это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля. Ракета проектируется как полностью многоразовая. Обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней на Землю, а также возможной стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Сборка прототипа Starship SN8, предназначенного для первого супербитерального запуска, была завершена в конце сентября. 9 октября он прошел криогенные испытания под давлением, а 20 октября успешно прошел стендовые огневые испытания. Супербитральный полет станет апофеозом программы испытаний Starship SN8. Прототип корабля поднимется на высоту 18 километров и приземлится обратно на космодром. К слову, Starship SN8 также получит головной обтекатель и воздушные рули. У финальной версии Starship будет 6 двигателей Raptor, из которых одна половина будет оптимизирована для выполнения маневров на низких высотах и в плотной атмосфере, а вторая адаптирована для работы в безвоздушном пространстве. Прямо сейчас команда инженеров SpaceX работает над созданием первого прототипа бустера Super Heavy для вывода Starship в космос. Как недавно стало известно, Super Heavy получит не 31 двигатель Raptor, как планировалось изначально, а 28 для упрощения конфигурации. Ранее SpaceX оценивала проект Starship в 5 миллиардов долларов, а до запуска Crew Dragon Илон Маск говорил, что компания направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. В ближайшее время состоится следующая крупная презентация по Starship, где нам расскажут об обновлениях по проекту. Ранее Маск говорил, что мероприятие пройдет в конце октября. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии Starship пройдет в 2021 году, а там и до формирования флота звездолетов для обеспечения жизни на Марсе с последующей колонизацией Красной планеты рукой подать. Еще до того, как на Луну вновь вернутся люди, там может появиться полноценная локальная система связи на базе 4G. Такую задачу перед компанией Nokia поставила NASA, которая уже выделила ей чуть более 14 миллионов долларов на разработку проекта. Если он увенчается успехом, сеть будет развернута уже в 2022 году, за два года до высадки астронавтов. Сотрудничество между NASA и Nokia осуществляется в рамках программы «Переломный момент», которая подразумевает выделение инвестиций частным компаниям для разработки новых космических технологий. Времени совсем немного. До запуска миссии Артемида остается всего несколько лет. В Nokia предложили самый продуманный и надежный план, поэтому честь обеспечивать связь на Луне досталась именно им. Сеть 4G нужна прежде всего для координации действий роботов, зондов, датчиков и прочих автоматических устройств. Она обеспечит навигацию в реальном времени. Пригодится при поездках на луноходах вдали от базы, будет использоваться для передачи потокового видео в хорошем качестве. С помощью 4G будет осуществляться телеметрия, сбор биометрической информации и, собственно, связь между астронавтами, голосовая и видео. Помогать Nokia выполнять работу будут специалисты компании Intuitive Machines. Большая часть оборудования, включая базовую станцию LTE, пользовательские модули и радиочастотные антенны, давно разработаны и изготовлены. Однако нужно все это адаптировать для условий космоса, включая повышенный радиационный фон, а также гарантировать, что аппаратура переживет сам полет и при лунении. Вот такой автомобильно-космический выпуск получился, друзья. Обязательно поставьте ему лайк, подпишитесь на канал, ну и, конечно же, поставьте колокольчик. Не забудьте, друзья, оставить свой любой комментарий под выпуском в поддержку нашего канала, а также подписаться на все наши полезные ресурсы. Все ссылки будут в описании. Ну а я буду с вами прощаться. Спасибо большое за просмотр. Я желаю вам отличного настроения. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok